Президент США Джо Байден покинул Саудовскую Аравию после своего первого ближневосточного турне. В субботу президентский борт Air Force One покинул аэропорт Джейды и направился в Соединенные Штаты. Визит Байдена, направленный на возобновление связи с богатой нефтяной монархией Персидского залива, длился менее суток и был отмечен очень противоречивыми кадрами его встречи с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. В речи, произнесенной в Джейде на саммите с участием шести членов Совета Сотрудничества стран Персидского залива, Байден заявил, что его страна не отвернется от Ближнего Востока и не оставит вакуумы, которые могут заполнить Китай, Россия или Иран. Он также пообещал, что США выделят миллиард долларов на поддержку краткосрочной, долгосрочной продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Со своей стороны, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти максимум до 13 миллионов баррелей в день, но подчеркнул, что не сможет сделать больше этого, чтобы удовлетворить возросший спрос на нефть в условиях глобального энергетического кризиса. Видеокадры запечатлели приветствие Байдена и бен Салмана. Вместо рукопожатия они стукнулись кулаками. Разведка США считает, что принц был вдохновителем убийства саудовского журналиста Джамаля Кашогджи в 2018 году. А сам Байден ранее неоднократно критиковал Эр-Риад за нарушение прав человека.